Сегодня понедельник, 20 августа, а значит для строителей Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Кочетова началась последняя неделя перед сдачей. Что изменилось за рабочие выходные, об этом Ольга Пырочкина. На то, что до окончания строительства осталось совсем немного, указывает тот факт, что на ежедневной утренней планерке сегодня появилась руководитель Роспотребнадзора. Перед тем, как в корпусе начнется учебный год, представителям этого ведомства предстоит провести десятки экспертиз и исследований. К примеру, предстоит проверить качество учебной мебели, правильность работы вентиляции, замерить уровень шума и электромагнитного поля в компьютерных классах. В учебных кабинетах и в спальных помещениях мы исследуем воздух на наличие химических веществ, потому что отделочные материалы могут выделять эти вещества. Кроме этого, из строительных материалов могут также излучаться радиологические факторы, поэтому радиологические исследования в учебных помещениях и в спальных тоже будут проведены. Также на наличие радона в первых этажах и в цокольных подвальных помещениях воздух исследуется, потому что радон – это природный газ, он находится в толще земли, может выделяться. Это все будет проверено. На бактериологические и химические показатели проверят воду. Как раз на днях корпус подключат к городским коммуникациям. Из того, что произошло уже сегодня, приняли актовый зал. За все это время мы, уважаемые телезрители, ни разу не показывали вам актовый зал кадетского корпуса. Но вот сегодня и справляемся. Сюда, как вы видите, пока заходят разуваясь. Дело в том, что уже постелили итоговое покрытие ковролин. Зал вообще готов на 99%. Принимала работу лично директора будущего учебного заведения. Устойчивые очень кресла. Не болтай. Удобно сидеть? Очень удобно. Попробуйте. Что у вас в актовых залах будет происходить? Какие мероприятия планируются? Дело в том, что в проекте очень много художественно-эстетического направления. И, наверное, свои результаты этой работы должны все-таки показываться на сцене. Танцевать, петь. У нас будет свой духовой оркестр. В ближайшие несколько дней должна быть полностью готова главная входная группа. Пока, чтобы не мешать строителям, на планерку ее участники проходят минуя центральный вход. Но это ненадолго. Что можно будет делать, когда вы затрете живым? Хоть пляшите, хоть танцуйте, пожалуйста, здесь. Всех приглашаем. И приятная новость для маленьких горожан. Судя по всему, в парке будет большая игровая зона. Оборудование начали устанавливать в минувшие выходные. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев. Республика.